Для обеспечения безопасности дорожного движения и борьбы с грубыми нарушениями правил дорожного движения автомобиль может быть задержан и отправлен на специализированную штрафстоянку. Хочу ознакомить водителей, за какие правонарушения автомобиль может быть задержан. Первое нарушение – это управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов. Отсутствие свидетельства о регистрации транспортного средства грозит предупреждением или штрафом в 500 рублей. Проблема в том, что при проверке документов сотрудникам полиции. Вы не можете доказать ему, что это ваш автомобиль. Теоретически, если сотрудник ГИБДД пойдет вам на встречу и разрешит подвезти свидетельство, или вам его кто-нибудь подвезет, пока инспектор несет службу, то отделайтесь только штрафом в 500 рублей и считайте, что вам повезло. Ну а если же нет, то машина задерживается и стоимость эвакуатора – это далеко не 500 рублей. Так что советую не забывать. Второе – управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Это более тяжкое нарушение, за которое предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Сотрудник ГИБДД обязан отстранить водителя от управления и отправить машину на штрафстоянку. К сожалению, людей это не останавливает. Еще раз хочу через видео достучаться. Не надо. Кроме того, если такой водитель попадет в ДТП, сотрудники ГИБДД чаще склонны считать, что именно водитель без водительского удостоверения спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, а значит виноват. В общем, думайте сами. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления. Штрафстоянка – самое, что ждет водителя. Данное нарушение наказывается штрафом в 30 тысяч рублей, либо административным арестом до 15 суток, либо обязательными работами от 100 до 200 часов. Ну и самое крутое – управление автомобилем, водителем, находящимся в состоянии опьянения. Или находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления. Представьте, есть и такие. Однозначно водитель отстраняется от управления. Машина на штрафстоянку. Кроме того, если водитель пьяный, он будет оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. Если же водитель пьяный и не имеет водительского удостоверения, ему грозит арест от 10 до 15 суток, а в отношении лиц, которым не может быть применен арест. Штраф в 30 тысяч рублей. Третье – управление автомобилем с заведомо неисправной рабочей тормозной системой, рулевым управлением с цепанным устройством. Штраф небольшой – 500 рублей, но задержание машины с последующей эвакуацией. Но нужно понимать, что инспектор должен доказать, что именно эти системы имеют неисправность, при которой запрещается эксплуатация. Так как это можно выявить только на станции техосмотра, то получить эту статью 12.5 часть 2 маловероятно. Четвертое нарушение. Статья 12.16 часть 4 и 5. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств. В том числе, совершенные в городе федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. Наказание – штраф 1500 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге – 3000. В отличие от вышеуказанных нарушений, здесь машину могут забрать без присутствия водителя. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. Статья 12.19 части со 2 по 4 и часть 6. В местах, отведенных для остановки или стоянки инвалидов. Штраф 5000 рублей. Остановка или стоянка на пешеходном переходе и не ближе 5 метров. Штраф 1000 рублей. В местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легкового такси на трамвайных путях, либо далее первого ряда от края проезжей части. Штраф 1500 рублей. Во всех этих случаях предусмотрено задержание автомобиля. Пятый пункт. Это нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства в соответствии со статьей 12.21.1 части с 1 по 6. Нарушение правил перевозки опасных грузов в соответствии со статьей 12.21.2 часть 1. Нарушение каких требований при осуществлении таких перевозок влечет задержание? Пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Это отдельные правила, в которых очень много информации и в этом видео я углубляться в них не буду. 6. Нарушение. Это не выполнение водителем автомобиля требования о прохождении медицинского освидетельства на состоянии опьянения. Статья 12.26. Наказание, как и в случае с управлением. Плюс также отстранение от управления и задержание транспортного средства. 7. Нарушение. Статья 12.27. Не выполнение требования правил дорожного движения, а запрещение водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества и психотропные вещества, после ДТП, участником которого вы являетесь. 8. Использование автомобиля исключительно в качестве передвижной рекламной конструкции или переоборудовано для распространения рекламы, в результате чего оно утратило свои функции, для выполнения которых оно предназначено. Вот за такие нарушения транспортное средство задерживается. Если машина задерживается, то забрать ее можно только после уплаты штрафов и, главное, устранения причины задержания. Например, забрали запьянку, значит, после того, как протрезвеешь, остановка в неположенном месте после уплаты штрафа и так далее, пока не устранишь нарушение. Для задержания машины выписывается протокол, где указывается дата, время, место, основание, а также должность, фамилия, имя, отчество, кто его выписал. По возможности. Узнайте, за какое именно нарушение задерживать машину. Не всегда инспектор имеет на это право. Проверьте статью, что он написал в протоколе. Изучите протокол и напишите, с чем не согласны. Пишите прямо там, это пригодится при обжаловании. Постарайтесь устранить причины задержания на месте. Покажите документы, переставьте машину, передайте право управления. Если это получится, то задержать машину не смогут. Тогда у вас будет только штраф за нарушение, но без расходов на эвакуацию и штрафстоянку. Узнайте, куда повезут машину, если ее все-таки эвакуируют. Требуйте зафиксировать все повреждения и дефекты, если они есть. Если машину повредят при эвакуации или хранении, можно требовать компенсацию. Как можно быстрее оплатите расходы на перемещение и хранение машины и заберите ее со стоянки. Если забрать в тот же день, то платить за штрафстоянку не придется. Надеюсь, это видео было вам полезно. Не допускайте таких нарушений. Удачи всем на дорогах. Подписывайтесь на канал. С вами был Даниил Беляев. Увидимся в следующих выпусках. Пока.